Компания Кодерлайн приветствует вас на нашем вебинаре и надеемся что наш материал будет для вас интересен и полезен на заставочке вы видите наши контакты то есть мы с удовольствием ответим на любые ваши вопросы желательно в письменном виде потому что в этом случае можно будет ответить и более подробно и не будет лимита по времени то есть соответственно ответ будет более развернутый веду сегодняшний вебинар я консультант аналитик гардышева галина электронную почту вы видите на экране и посвящена наша встреча сегодня изменениям в отчетности за первый квартал 2022 года программа нашего вебинара следующая то есть какие отличия от зарплатной отчетности возникли в этом квартале то есть с первого января 2022 года и соответственно все изменения которые произошли именно в уже знакомой отчетности и в новой мы поговорим о том как правильно заполнить шесть НДФЛ за первый квартал если у вас есть обособленные предприятия и или обособленные подразделения и поговорим о том что изменились и некоторые коды то есть это нужно будет учесть при составлении отчетности соответственно разница в первом и втором разделах шесть НДФЛ когда она возникает а что с этим делать поговорим про новых не совсем приятных изменениях в законодательстве о том за что введены штрафы за что не введены и немножечко перестроим порядок потому что про штрафы про законодательные ну как бы инициативы я расскажу сразу по всем по всем пунктам а потом уже снова вернемся к зафиксированному плану и так то есть у нас в первом квартале достаточно спокойная ситуация если можно так сравнить по сравнению с годовым отчетом поскольку в двадцать первом году у нас было в общем-то очень много изменений и в налоговом законодательстве и новые фсбу вводились то в общем-то отчет за год был достаточно сложным на самом деле по зарплатным и по кадровым документам особых изменений не происходило то есть также как и раньше все отчеты которые касаются заработной платы мы можем условно разделить на четыре группы соответственно зависят эти отчеты точнее сроки их сдачи от количества сотрудников вашей фирмы и от того в какой в какой форме вы эту отчетность сдаете но напомню просто фискальная отчетность это то что мы сдаем в фнс это в основном 6 ндфл отчетность во внебюджетные фонды то есть это пфр рсв и соцстрах то есть 4 фсс статистическая отчетность вот на этом моменте хочу остановить ваше внимание потому что в двадцать втором году на самом деле говорили об этом уже достаточно давно о том что будет введена введены штрафные санкции за не сдачу или за несвоевременную сдачу стат отчетности но в общем-то был период когда штрафные санкции не предъявлялись в прошлом году они теоретически должны были уже предъявляться но статистика корректно предупреждала что вы же не сдали вы же поторопитесь а вот в этом году уже будет именно начисление штрафных санкций и к этому нужно быть готовыми ну и соответственно информация которая существует например если у вас там нкао или еще какие-то индивидуальные особенности вы должны сдавать отчетность например юстицию или еще в какие-то фонды которые именно вашей спецификой обусловлены повторюсь то есть налоговую инспекцию мы сдаем ндфл и рсв пенсионный фонд мы сдаем отчетность касающегося стажа ну и численность тоже и фсс мы сдаем отчисления на несчастное страхование то есть на травматизм в статистику мы сдаем в основном отчеты по кадрам и об уровнях заработка еще обращу ваше внимание на том что вот по этим отчетам сдают их все предприятия без исключения независимо от того что база специфика деятельности а какие же у нас происходили изменения то есть что конкретно ну приключения которые были в двадцать первом году первое то что касается рсв рсв обновили дважды то есть первый раз это был на было начало года для годовой отчетности за 2020 год а второй раз это было уже в конце 21 года по отчетности которую мы должны сдавать вот сейчас именно за первый квартал 22 года то есть за этот квартал мы отчитываемся уже по новой форме а еще один интересный момент измена точнее упразднили справку средней численности а теперь эти сведения на титульном листе рсв указываются сейчас я покажу его где это располагается то есть и красным красной рамочкой выделена где теперь указывается среднесписочная численность вместо отдельно взятой справки которую мы предоставляли ранее вернемся снова к нашему дайджесту я еще раз небольшое отступление хочу сделать что поскольку очень много нормативных изменений было то у нас будет построена сегодня так что я буду рассказывать про нормативные изменения уже потом мы будем ну как бы более близко к программам и поговорим мы сегодня о программах отличия в ерпи и в зарплате и управления персоналом какие есть отличия потому что зарплатные блоки в этих программах очень похожи и так снова вернемся к нашему законодательству то есть то что мы отчитываемся по новой форме 6 ндфл собственно говоря бухгалтера уже ощутили при издаче годовой отчетности то есть теперь 6 ндфл за год включает в себя ставки справки 2 ндфл ну и соответственно с отчетности за 21 год то есть годового отчета мы используем новые бланки а теперь снова про статистику то есть статистику мы теперь подаем п4 и квартальные формы это применяется уже с отчетности за 22 год кроме того что это у нас новая форма у нас еще есть и новые коды мы к ним чуть-чуть попозже вернемся поподробнее статистику отчет издаются только в электронном виде значит исключение субъекты малого и среднего предпринимательства но они отчитываются уже с 1 января то есть за первый квартал тоже электронно порядок такой что бланк подписывают электронно-цифровой подписью хочу обратить ваше внимание на то что электронно-цифровая подпись за 2022 год уже выпускается только налоговыми инспекциями и нужно проверить если у вас такая оформлена ли такая подпись потому что если подписи были выпущены другими организациями то они могут не пройти налоговики писали про это предупреждение что можно использовать бесплатный переход в конце 2021 года то есть перед сдачей отчетности нужно обязательно установить действует ли ваша электронная почта ну также на сайте статистики можно заполнить если подпись у вас работает на сайте статистики можно заполнить этот отчет достаточно комфортно ну и как я уже говорила отчетность сдается как и прежде то есть в электронном виде если у вас численность больше 2 более 25 человек изменились введены достаточно много новых и пособий и изменений то есть с июля прошлого года у нас пособие на постановку в учет в ранние сроки беременности стало постоянным то есть до этого выдавалась единовременная сумма и все а теперь у нас ежемесячная до момента окончания беременности то есть до момента рождения ребенка ну ложка дегтя в этой бочке меда то что если справку о постановке на учет в ранние сроки беременности приносили все и пусть небольшое но пособие за за ранние сроки получали тоже все то новое пособие хоть оно и стало ежемесячным но получать его будут не все мамочки то есть основное основное условие это средний душевой доход семьи то есть соответственно нужно будет предоставлять сведения что ваши доходы не выше прожиточного минимума на душу населения именно по калининградской области ну или соответственно по тому региону где у вас действует предприятие берется дата тогда обращается к вам работница то есть на дату обращения рассчитывается средний душевой минимум если переходит на следующий квартал пособия на следующий календарный год то соответственно с 1 января и его надо пересчитать исходя из минимальной зарплаты которая установлена на этот период поскольку у нас минимальные прожиточный минимум соответственно пособия страховые пенсии пересчит установлены новые то нужно обратить на это внимание кроме того что ну скажем так это хорошая новость для многих людей она потребует точно также еще и дополнительных документов то есть для подтверждения прожиточного минимума соответственно нужно будет справки от членов семьи изменения коснулись и налоговых вычетов то есть у нас появился новый социальный 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 вычет на физкультурно-оздоровительные услуги но сам по себе этот вычет не добавляется суммарно к уже существующим а учитывается в том числе то есть вычет у нас на физкультурно-оздоровительные услуги на лечение на обучение не должен превышать 120 тысяч рублей ну соответственно в совокупности с другими вычетами которые существовали ранее то есть не получится что вам если вы используете например вычет на лечение то к 120 тысячам прибавится еще что-то ну соответственно нужно обратить внимание на то что такой вычет предоставляется в том только в том случае если фитнес или физкультурно-оздоровительная организация имеет соответствующую лицензию включена в специальный перечень то есть это нужно будет проверять перед предоставлением такого вычета вашему работнику следующее изменение которое в общем-то ну скажем так из разряда неприятных это то что с этого года ну точнее если если говорить более точно то с прошлого года закреплен перечень оснований по которым налоговики могут счесть отчетность не предоставлены соответственно в этот перечень входит несоблюдение контрольных соотношений подпись отчетности неуполномоченным лицом или руководителем который который дисквалифицирован ну собственно смысл этой поправки в том что вы сдаете отчетность в обычном порядке получаете уведомление о том что она прошла но она еще не считается принятой и налоговая инспекция в момент проведения проверки имеет право отказать в приеме вашей отчетности и прислать вам уведомления об этом поскольку чаще всего сложности именно технического характера возникают при отправке РСВ то вот при зарплатных налогах это стоит учитывать особенно технические моменты типа округления и так далее соответственно ваша отчетность может быть аннулирована со всеми со всеми вытекающими последствиями то есть штрафными санкциями и так далее еще несколько моментов которые касаются статистики я уже говорила что статистика с этого года имеет точнее не имеет а на практике уже осуществляет штрафование предприятия и штрафы здесь достаточно большие то есть от 70 тысяч рублей если это был первый случай когда вы пропустили сроки или не сдали ну то есть каким-то образом не не удовлетворили статистику и до 150 тысяч если это повторное нарушение причем повторное нарушение может быть например что вы не сдали отчетность за прошлый год годовую например в марте месяце и в апреле и уже в отчетности за второй квартал за первый квартал 2022 года тоже прошла с нарушениями срока вот в этом случае они имеют право взять с вас максимальный размер штрафа какие отчетности сдают именно касающиеся оплаты труда предприятия то есть это отчетность сдается по труду и заработной плате до 8 числа месяца следующего за кварталом то есть за первый квартал 2022 года мы должны будем отчитаться в статистику по форме П4 до 8 апреля соответственно на экране вы видите сроки в которые сдаются отчеты и здесь действует общее правило которое в принципе уже далеко не новое о том что если сдача отчетности попадает на выходные дни то есть дата то соответственно переносится на следующий день после выходных но обращу внимание что отчетность П4 без НЗ задает предприятия с численностью до 16 с численностью 16 человек и более то есть те которые уже не попадают под критерии микропредприятий следующий момент который стоит учитывать это декларация 6 НДФЛ то есть ее сроки сдачи сдаем мы ее по квартально и соответственно за первый квартал мы должны сдать до конца апреля ну и соответственно за полугодие до конца июля и до конца октября отчетность у нас с 22 года обязательно это с приложением справки 2 НДФЛ то есть новая форма отчетности но она уже должна быть вам знакома потому что в такой же форме отчитывались за 2000 ну то есть сдавали отчетность за 2021 год единственное что эта отчетность включая справку 2 НДФЛ должна сдаваться только по итогам четвертого квартала для самого работника вот это вот новое новое положение что сам работник может посмотреть информацию о сданных за него справках 2 НДФЛ на портале госуслуги по мере того как налоговики будут обрабатывать ваши отчеты и соответственно выкладывать справки на свой ресурс заявляется что это должно быть не позднее июля следующего года соответственно должно появляться раньше сделано это для того чтобы если работник подает подает запрос на предоставление налогового вычета например там при покупке жилья то в этом случае налоговики не будут с него требовать эту справку а могут взять ее со своих данных то есть из открытого ресурса еще один интересный момент что при заполнении формы 6 НДФЛ за первый квартал появились новые виды кодировки то есть изменились коды доходов и коды вычетов в разделе 2 у нас в разделе 2 у нас появилась новая строка сумма налога на прибыль организации подлежащая зачету кодировки добавлены в приложение номер 1 и сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода код 1401 это доходы которые получены были от сдачи в аренду ну соответственно своего имущества или чего-то аналогичного 1402 это прочее недвижимое имущество код 2015 это сверхнормативные суточные то есть те которые превышают 700 рублей за каждый день нахождения на территории Российской Федерации коды социальных вычетов тоже 323 это приобретение лекарственных средств если было дорогостоящее лечение и 324 это медицинские услуги которые были оказаны работнику самое основное наверное изменение это то что у нас прогрессивная ставка по НДФЛ и соответственно если доход сотрудника у нас меньше либо равен 5 миллионам рублей за год в этом случае НДФЛ взимается по ставке 13% если доход за год больше 5 миллионов рублей то будет действовать ставка 650 тысяч рублей и плюс 15% суммы превышения то есть 650 тысяч облагается по обычной ставке а 15% суммы превышения в этом случае нужно будет заполнять разделы 1 и 2 причем каждый раздел отдельно по каждой ставке и в этих разделах указываются разные КБК то есть для ставки в 13% 1 КБК для ставки 15% другой КБК еще один момент который тоже нужно учитывать если вдруг у вас ИП например действовало ИП или фермерское хозяйство и вы снимали его с учета в этом случае отчетный период указывается в следующих кодах 83 это если подается за первый квартал 84 85 и 86 соответственно если мы подаем за другие периоды для ИП указывается код по месту жительства 120 если ИП сдает отчеты по месту деятельности а не по месту жительства то соответственно используется код 320 у фермерского хозяйства код будет 124 еще немножко из нормативной базы появилась возможность обновлять получать обновление в программе из административных ресурсов интернета то есть появился пункт мы посмотрим потом где он расположен по которому можно проверить какие были обновления и если вдруг вы не выполнили обновления в программе то соответственно изменить это вручную делается это через меню настройка редактирования законодательных значений я сейчас покажу на слайдике где это находится то есть это мы видим с вами слайдик который сделан из программы зарплата и управления персоналом меню настройки и соответственно в разделе сервис у нас есть вот такой пункт редактирования законодательных значений то есть через вот этот пунктик мы можем проверить что у нас есть из обновлений если чего-то нету можно отредактировать это вручную еще хочу обратить внимание на такой момент перед тем как составлять отчетность обязательно обратите внимание на то какой релиз установлен в вашей программе потому что ну во всяком случае в ERP мы сейчас с вами перешли в интерфейс ERP и соответственно для того чтобы посмотреть релиз практически это во всех программах одинаково вот этой пиртограммкой воспользуемся и о программе то есть в этом случае у нас появляется сведения о релизе конфигурации о релизе программы и мы можем проверить насколько программа новая или нет если по какой-то причине обновление проблематично то вот через меню которое я вам показала можно исправить вручную нужные показатели теперь собственно говоря можно перейти уже так сказать практической части балета и посмотреть чем же зарплатные и другие отчеты отличаются если у предприятия ERP или ZOOP потому что у многих предприятий которые переходили на ERP возникают вопросы по теме что до перехода использовали две конфигурации ZOOP и бухгалтерия и как в этом случае стоит или не стоит переносить зарплатный зарплатный учет в ERP или устроить обмен то есть интеграцию данными и продолжать в ZOOP рассчитывать здесь хочу сразу обратить ваше внимание на такую тонкость то есть если предприятие не крупное и использовало связку именно ZOOP и бухгалтерия и предприятие не имеет производственного учета то в этом случае переносить информацию по заработной плате в ERP таким предприятиям смысла нет потому что практически блоки у них будут одинаковые в ERP используется зарплатный блок ZOOP проф то есть соответственно если у вас было небольшое предприятие то вам возможностей ZOOP вполне хватало есть свои плюсы и свои минусы потому что версия проф имеет достаточно широкие возможности если предприятие у вас крупное если у вас есть производственный блок если у вас производство с переделами имеет много этапов или вы работаете с гос заказами то в этом случае конечно вам возможности проф будет недостаточно соответственно нужно будет думать о том чтобы использовать ZOOP например CORP в этом случае лучше настраивать интеграцию между CORP зарплатой CORP и ERP и работать уже перенося данные собственно говоря какие есть преимущества в ERP блоке зарплаты во первых это все в одном окне то есть сейчас мы вернемся с вами закроем вот это окошечко и вернемся в ERP раздел кадры и раздел зарплаты вынесен как разные но при этом обратите внимание сейчас мы перейдем в блок зарплаты здесь точно так же кадры идут отдельно зарплата отдельно на самом деле в зарплате в зупе гораздо проще интерфейс то есть работникам которые ведут и кадровый учет и расчеты зарплаты гораздо проще в нем ориентироваться потому что функциональность у них одинаковая но интерфейс в ERP и в зупе отличается в ERP если можно так сказать более громоздкий вот давайте с вами посмотрим интерфейс ERP который связан с зарплатным блоком ну вот ту же зарплату во первых это ну другая компоновка это сейчас то что мы с вами видим это такси его можно использовать можно не использовать но здесь достаточно много более подробно если можно так сказать информации и плюс в ERP часто требуются дополнительные регламентные операции ну например если делается предварительно закрытие месяца или какие-то аналогичные мероприятия в этом случае программа будет работать дольше программа будет ну скажем так при обновлении более сложно то есть она будет тоже дольше обновляться разница между тем как обновляются программы на самом деле не очень большая по времени потому что ну как бы в первую очередь обновляется зуб то есть все изменения которые касаются новых форм там регламентированной отчетности и каких-то других изменений в первую очередь делаются в зубе а потом примерно через ну неделю полторы они появляются уже и в ERP но если у вас в ERP есть какие-то дополнительные доработки какие-то для вас написаны изменения то обновление будет естественно происходить более и трудоемко и медленно собственно говоря прелесть ERP в том что как я уже говорила это в одном окне и здесь можно вести учет именно производственных работников то есть связка с выпускаемой продукцией связка с например выполняемыми какими-то ремонтами сборками разборками и так далее то есть расширенный производственный учет в принципе функционал если посмотреть вот конкретно по этому разделу то есть каждый раздел состоит из если можно так сказать двух уровней то есть первый уровень настройки это НСИ и администрирование мы с вами сейчас говорим про ERP и здесь идут настройки общего плана то есть те которые требуются например для активации каких-то блоков сейчас одну минуточку вот так то есть соответственно в разделе НСИ и администрирование у нас идет настройка того что используется например при расчете заработной платы задаются параметры в зарплате и управлении персоналом другой интерфейс и в разделе администрирования у нас в общем-то собраны более технические данные то есть это именно обмен документами файлами и так далее а в меню на настройка у нас уже те же классификаторы те же виды работы всего остального которые у нас даются в ERP но может быть немножечко более другой компоновки то есть зарплата мы проставляем чекбокс то есть это вот такие галочки и сейчас мы посмотрим еще что у нас с кадрами то есть практически функционал сохранен одинаковый то есть если это зуб проф ERP то практически одинаковый функционал только в другой компоновке и людям будет сложнее ориентироваться потому что они разбросаны по разным разделам то что в зубе собрано ну как бы более концентрировано плюс в ERP достаточно много разных рабочих мест то есть кадры видите практически те же самые справочники которые используются и в зубе ну то есть в общем-то только другая компоновка соответственно разные интерфейсы у нас немножко осложняют жизнь но при производственном учете они достаточно дают много новой аналитики и для руководителей и для бухгалтерии чем отличается отчетность которую мы формируем в зарплате и управлении персоналом то есть в зубе и в ERP значит сейчас я закрою здесь окошко чтобы они нам не мешались если мы перейдем с вами в зарплату управления персоналом то здесь у нас собственно говоря все достаточно просто то есть раздел налоги и взносы и здесь мы формируем уже конкретные документы тот же НДФЛ ну то есть формируется нужная форма отчетности здесь здесь эти блоки достаточно прошу прощения долго открывается эти блоки у нас одинаково абсолютно то есть с формированием отчетности что в зубе что в ERP практически одинаково разница состоит немножечко в другом пока открывается вот это отчеты которые у нас создаются в зубе соответственно обращаю внимание что сводная справка 2 НДФЛ в первых рядах стоит здесь и в общем-то точно такой функционал мы сейчас увидим и в ERP перейдем в ERP так только в ERP у нас это находится в разделе регламентированная отчетность особенно на первых порах когда переходят наведение в ERP немножко затрудняет именно выбор где же находится тот или иной раздел понятно что он сохранен вопрос где то есть раздел точно такой же настройки точно такие же перечень отчетов тоже то есть здесь все стандартно мы можем в избранное перенести то что нас интересует чтобы не было лишнего ну или выбрать отсюда если возникает необходимость подать например уточненную отчетность или что-то такое что мы используем редко так значит здесь работа в ERP работа с личными кабинетами достаточно комфортно организована так сейчас мы откажемся от выгрузки отчета но мне надо его выгружать работа с личными кабинетами достаточно комфортно организована то есть как вы видите на экране у нас личные кабинеты практически во все фискальные органы и налоговая инспекция вот она у нас и для EPISTA и для юрлица для ФСС личный кабинет госуслуги ну и собственно дальше это уже то что не имеет так сказать отношения к зарплатным налогам в зарплате у нас так сейчас мы это закроем лишняя опорчика чтобы она нас не отвлекала могу перейти извините хорошо давайте тогда по-другому покажем ну то есть здесь в общем-то тоже есть возможность переписки с налоговыми органами ну не только с налоговыми с внебюджетными фондами тоже идут настройки вот попали отчетности справки то есть здесь тоже можно вести запросы передавать отчетность ну то есть соответственно обмениваться информацией с контролирующими органами ну в общем-то в ERP это организовано более ну на мой взгляд комфортнее еще отличие между ERP и ZOOP у нас в сейчас отражение отчетности то есть если мы с вами в ZOOP посмотрим то технология собственно мы создаем расчет расчет налогов и взносов и потом отражаем его в бухгалтерском учете значит это в ZOOP находится в разделе зарплата здесь у нас есть подраздел бухучет и отражение зарплаты в бухгалтерском учете то есть если мы откроем любую любую запись то здесь у нас на одной закладочке будет начисленные зарплаты и взносы на другой закладочке будет НДФЛ ну и соответственно достаточно простой интерфейс и достаточно ну в общем-то понятный и комфортный а в ERP это у нас немножечко организовано по-другому так сейчас тоже закроем лишние окошечки так ну вот отражение зарплаты в финансовом учете значит сейчас я я перехожу в меню зарплата и здесь тоже есть раздел видите интерфейсы ну практически один в один отражение зарплаты в финансовом учете но поскольку в ERP существует три вида учетов то есть соответственно бухгалтерские и налоговые оперативные и управленческие то здесь это происходит немножечко по-другому сейчас я отсюда вернусь в документ и вот у нас отражение в финансовом учете начисленных заработных плат то есть в этом случае у нас закладочки по начислению точно так же закладочка по НДФЛ удержание но еще проценты по займам то есть по материальной выгоде вынесены то есть интерфейс немножечко более сложный и сам по себе порядок отражения тоже отличается хочу еще акцентировать момент на том что если мы будем использовать ERP возможности производственного учета то есть расчет зарплаты по производственному блоку то выполнение издельных работ и ну каких-то индивидуальных заданий которые привязаны к конкретным либо объектам основных средств либо производственным либо какой-то продукции по разделам производства оформляется документом выработка сотрудника сам по себе документ выработка не рождает никаких проводок не фиксирует то есть в бухучете каких-то изменений но при при создании документа по концу месяца начисления заработной платы и налогов значит на основании этого документа делается начисление уже конкретной заработной платы НДФЛ ну и соответствующих и уже по этому документу при закрытии месяца делаются проводки еще в ЕРП предусмотрена выплата зарплаты ну то есть она есть и в ЗУПе такая функция то есть если у организации имеются обособленные подразделения то в этом случае выплата заработной платы должна оформляться раздельными ведомостями то есть выплата по например Тула Орел и так далее не может формироваться одной ведомостью потому что иначе программа вам выдаст предупреждение несоответствие суммы выплаты и суммы начисления ну соответственно еще один момент который необходимо в ЗУПе проверить до того как вы будете сдавать отчетность это проверить регистрацию в ФНС то есть это у нас меню сервис в разделе заработная плата и соответственно здесь мы должны проверить если есть какие-то подразделения вот здесь ставится флажок если вы хотите получать без аналитики по 70 счету то тогда вот здесь ставится флажок ну соответственно начисление и взносы то есть кому чего и сколько и по НДФЛ если есть обособленные подразделения независимо от того выделены они на отдельный баланс или не выделены нужно проверить чтобы эти данные были внесены в информацию о том в каких подразделениях что зарегистрировано чтобы при оформлении при формировании отчета 6 НДФЛ эта информация подтягивалась еще один момент вот сейчас мы через раздел НСИ администрирование то есть через раздел скажем так базовых настроек переходим в раздел регламентированный учет и сейчас опять пока программа запустится раздел запустится можно выбрать в каких в каком формате сохраняются данные регистров для заработной платы то есть это соответственно доходы то есть сведения которые обычно подаются при запросе налоговой инспекции о подтверждении каких-то доходов расходов и так далее в этом случае здесь мы можем выбрать в каком формате сохраняются регистры бухгалтерского учета то есть либо в форме ПДФ то есть как фотография либо в изменяемых форматах которые можно изменять практически каких-то специальных изменений которые были например необходимы в справочнике или в какую-то нормативно-справочную информацию при составлении отчетности за первый квартал 2022 года нам делать не надо ни в ЕРП ни в ЗУП ну то есть в принципе все настройки которые надо было добавить ну например для учета прослеживаемых товаров для ФСБУ 6.26.26.20.20 то есть все настройки связанные с изменением законодательств были сделаны должны были быть сделаны еще при составлении годовой отчетности поэтому то что касается новых отчетов за первый квартал здесь мы справочники не лезем ничего лишнего там не делаем соответственно то же самое по кадрам у нас через инсы и администрирование это мы с вами смотрим ЕРП в разделе кадры проверяем чтобы у нас стояли все нужные галочки обратите внимание вот на первый чекбокс это интеграция с порталом работа в России то есть если вы хотите ее использовать ставите здесь флажок ну и дальше соответственно выбираете то что касается именно вашего предприятия что вы будете использовать при кадровом учете обратите внимание на штатное расписание будете вы его вести или нет потому что для его настройки то есть если вы его будете вести то нужно проверить настройки штатного расписания и отпуска при увольнении то есть после того как вы проверили все настройки я сейчас буду показывать на примере ERP чтобы мне не прыгать с зарплаты управления персоналом потому что настройки в принципе они касаются в основном ERP поскольку в зарплате и управлении персоналом в ZOOP нету изменений которые требовалось нести именно при начале работы с новыми ФСБУ поэтому смотреть мы будем сейчас с вами на примере ERP так кадровый учет напомню кадровый учет все вот эти настройки которые мы здесь видим нам обязательно потребуется при составлении статистической отчетности потому что там задействованы эти данные отражение зарплаты в регламентированном учете в ZOOP и соответственно когда мы из раздела НСИ переходим уже в раздел конкретный конкретный блок например вот та же зарплата здесь уже если можно так сказать более тонкие настройки которые у нас собраны вот в каждом разделе и закупки и продажи и кадры и зарплаты есть раздел настройки и справочники соответственно в этих настройках и справочниках мы проверяем все ли настройки которые должны действовать в этом году у нас с вами задействованы и выставлены начисления то есть список начисления и удержания это так сказать настройка КСТК для расчета то есть что мы используем в наших начислениях а что нет и вот здесь вот нужно проверить по кодам то что я говорила в начале нашей встречи после того как мы вот здесь просмотрели что все наши настройки здесь нас устраивают все хорошо вот после этого мы уже можем идти то есть что начисления наши все сделаны учтены все больничные отпуска командировки после этого мы уже можем делать отражение зарплаты в финансовом учете и идти в регламентированный учет для составления отчетности конкретно допустим зарплатной здесь мы с вами уже были то есть мы уже смотрели регламентированную отчетность еще хочу обратить ваше внимание вот на какой момент то есть достаточно давно уже 1С разрабатывала дополнительный блок это сдача отчетность через интернет в принципе он достаточно удобный удобный чем то есть привычный порядок когда мы составляем отчетность выгружаем ее в тензор или там в бис или в какого-то другого в программу какого-то другого оператора там калуга астралу кто чем пользуется и уже из файлика подтягиваем его в эту отчетность и оператор отправляет на сайт налоговой инспекции отчетность которая есть вот которую предлагает компания 1С это напрямую взаимодействовать с сайтами налоговых инспекций ну соответственно внебюджетных фондов вот вы сейчас видите на экране все что позволяет делать этот блок он достаточно комфортный построен по абсолютно такому же принципу как работа со всеми операторами по передаче данных то есть точно так же мы видим состояние нашего отчета что с ним сделано не сделано принят он или он так и завис в работе вот максимально то что удобно на практике это соответственно что можно сразу отправлять прямо из программы письма отчеты ну то есть это ускоряет процесс и ускоряет переписку с налоговыми органами то есть ликвидируется звено передачи файлов тут ну фактически два звена передачи оператору и от оператора уже в инспекцию идет напрямую и естественно немножечко быстрее так вот хочу обратить ваше внимание то есть вот у нас статус который имеет документ если мы используем именно такой формат отчетности то есть это интернет отчетность 1С мы видим статус видим кому было отправлено и когда отправлено у меня здесь для примера только сами формы естественно без отправки в налоговую инспекцию поскольку это база демонстрационная ну на живом так сказать на боевом примере это все здесь будет видно и второй момент что сразу отображаются переписка или если налоговая инспекция присылает какие-то уведомления есть отдельный раздел уведомления то есть сразу из программы можно сформировать оборотно-сальдовую ведомость или какая-то другая отчетность которая обычно требует налоговая чтобы подтвердить данные и отправить налоговую инспекцию про личные кабинеты я уже сказала ну и соответственно сверки с игрю тоже внутри этой программы внутри этого блока то есть не надо переходить в другую программу чтобы получить те же выписки практически операторы все такую возможность дают но вот это немножко проще и собственно говоря в качестве резюме нашей встречи за первый квартал отчетность по зарплатным данным фактически на что надо обратить внимание из более сложных это 6 НДФЛ и РСВ то есть то что мы сдаем налоговые инспекции и то что налоговая инспекция теперь имеет право не принять в случае наличия ошибок то есть расслабляться не стоит до тех пор пока вы не получите уведомления о том что ваша отчетность принята потому что в противном случае сейчас я еще раз вернусь на тот слайдик где мы с вами уже смотрели то есть соответственно чтобы не проморгать сроки исправления ошибок и не получить штрафные санкции на этом собственно наша сегодняшняя встреча с вами подходит к концу я еще раз вывела на экран наши реквизиты и контакты мы будем рады вашим обращениям будем рады ответить на ваши вопросы если вам требуется помощь в настройке в разработке в обучении сотрудников мы надеемся быть вам полезными и с радостью ответим на все ваши вопросы всего доброго компания кодерлайн благодарит вас за уделенное время и за внимание всего доброго до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор